Главный ледовый городок Екатеринбурга сегодня прошел проверку и не только на прочность. По площадке прошли инженеры и медики. Посмотрели, насколько крепки щиты и наточено ледяное оружие. Евгения Пшеницына выясняла, безопасна ли новогодняя сказка. Всё-таки вот эта грязь, которая в отсутствии снега, налетела на лёд. Из-за грязи на князьях и богатырях в ледовом городке сегодня консилиум. Ревизоры проводят время за осмотром богатырской Руси. Удар по ней нанесла погода. Белый лёд скульптур придется отмывать от копоти и грязи. Мы обсуждали огромное количество способов и мыть, и снова полировать, и всё-всё-всё. Но путём эксперимента пришли к тому, что самое надёжное – это людские руки и щётки. Чтобы праздник ни для кого не стал со слезами на глазах, проверяющие обошли Древнюю Русь вдоль и поперёк. Всё острые углы скульптур настоятельно рекомендовали сгладить. Я просто смотрю, насколько они безопасны деревянные с точки зрения занозы. Отшлифовать обещали не только горку, но и саму новогоднюю программу. Иллюминация в ней играет особую роль. Чтобы 5000 лампочек зажглись вовремя и без боя, уже провели несколько репетиций. Программа сегодня полностью соответствует нашему представлению. То есть если ёлочка там мигает, горит или какой-то рисунок на ёлке, то я вот не наблюдал, чтобы одни лампочки горели одним цветом, другие другим. То есть программа срабатывает. Городок сегодня приняли, хотя и не без замечаний. Чтобы навести лоск, у строителей всего два дня. Открытие городка запланировано на вечер 29 декабря. Полюбоваться на ледяную сказку горожане и гости города смогут до конца зимы. Кстати, чтобы побывать в Древней Руси, не обязательно выходить из дома. В новогоднюю ночь с главной площади города будет вестись онлайн-трансляция. Евгения Пшеницына, Иван Мякишев. Новости 41 канала.